Здравствуйте, мои хорошие! Мы в этом году построили небольшой домик. Начали строить 3 июня, сегодня 3 октября. Вот я вам сейчас покажу, что мы построили за 4 месяца. Строили строители-профи, поэтому я надеюсь, что всё просто замечательно они построили. Ну, время покажет. А я вам сейчас покажу, как дом выглядит внутри, какая планировка в доме. И покажу вам, как выглядит дом от ворот. Вот здесь вот мы заезжаем. Здесь должен быть в будущем навес. Я надеюсь, что он когда-нибудь появится здесь. Поэтому крыльцо мы у дома не делали, потому что здесь будет навес для машины. Взяла ключики от дома и поднимаемся по ступенькам. Здесь она временная, видите? Строители поставили на дощечки, чтобы она не качалась, чтобы ровненько стояла. Входная дверь у нас вот такая, с фромугой. Первое помещение, в которое мы попадаем, это прихожая. Она не маленькая. Довольно-таки очень вместительная. Здесь поставим шкаф. Здесь как раз ниша для шкафа есть. И вот здесь ниша есть. Ну, здесь, скорее всего, будет пуфик. Что-то такое. Домик с Мартюлен. Так, заходим. Здесь поворачиваем. И первая комната, это наша спальня с мужем. С гардеробной. Вот здесь гардеробная. Межкомнатных стен нет, потому что строители сказали, сначала надо сделать электрику. Потом они приедут и сделают межкомнатные стены. Гардеробная с окном. С фромужным открыванием. Спальня 13 квадратов. Наша с мужем. И самая первая. Сейчас объясню, почему. Прямо сразу. При входе. Наша комната. Для того, чтобы нам видеть, кто подъезжает к нашему участку. Вот. Это обзорное такое окно здесь. Практически в пол. Чтобы можно подойти и посмотреть в любое время. Кто-то там посигналил, посмотрел. Ага, свои, значит, пропускаем. Не свои, значит, ворота не открываем. Вот поэтому здесь мы сделали комнату по проекту. Вообще проект продумывался до мелочей, чтобы все было удобно. Выходим из комнаты. Вот здесь такой коридор. С правой стороны еще одна комната. Тоже с таким окном. С фромужным открыванием. Чтобы было удобно проветривать комнату. И москитная сетка не мешала смотреть в окно. Здесь, видите, нет москитной сетки. А наверху она есть. Это комната 11 квадратных метров. Получилось у нас. С левой стороны. Бойлерная. Вот с таким окошком. Но здесь большое окно не нужно. Поэтому сделали небольшое окно. Потолки здесь 3 метра в доме. Идем дальше по коридору. И еще с левой стороны у нас здесь санузел. Вот такой большой. Может, конечно, на камере не сильно видно, какой он большой. Но он реально очень большой. И тоже с небольшим окном. Идем дальше по коридору. И здесь открывается красивый вид на природу. Здесь вот такое витражное остекление сделали. Специально для того, чтобы любоваться природой. С левой стороны кухня будет стоять. С окном. Кухня будет стоять буквой Г. Вот так вот. Здесь предполагается поставить холодильник. Вот в этой нише. Вот в этой. Здесь она и была задумана. 60. Ой, смотрите, какая температура в доме. 12,5. Влажность 57. Не знаю, нормально это или нет. Напишите. На улице сегодня, по-моему, 20. А с правой стороны будет гостиная. Здесь будет стоять диван. Телевизор. Как и положено в гостиной. Это помещение 30 квадратов. Вот кухня-гостиная. 30 квадратов. Вот здесь я буду готовить. Печь свой любимый вкусный хлебушек. Всякие вкусняшечки буду готовить. А, я же забыла вам сказать, что здесь еще есть кладовка. Вот она, она. Прямо рядом с кухней. Чтоб было удобно. Чтоб далеко не ходить. Надо что-то отнести с кухни. Вот. Здесь будет рабочий стол. Кухонной техники у меня очень много. Поэтому все здесь поставлю. Вот здесь будет полочка. Вот в этой нише. Вот в этой. Вот так вот она будет стоять здесь. И под окном мы планировали поставить морозилку. Не знаю, как это получится. И когда это получится. Ну, было задумано так. Вот обратите внимание, какой нам привезли лес ужасный. Я потом буду рассказывать постепенно, как дом строился. Кто принимал участие в строительстве. Какие компании. Эта стройка мне на многое открыла глаза. Какие бывают люди. Нечестные. Которые говорят одно, а делают другое. Это, конечно, очень неприятно. Но с этим тоже ничего не поделаешь. Такие люди. Я надеялась на одно. А в итоге получилось совсем все по-другому. Вот те самые отливы, которые должны ребята поставить. Строители. Вот. Они стоят здесь. Их ждут. Илья. Мы вас ждем. Со строителями, когда был устный договор. Мы договорились на то, что построят теплый контур. Они его построили. И сделают фасад, которому мы вообще не подойдем. Но пока вот еще отливы не сделали. Сейчас я вам покажу здесь. Вон, видите, отливы еще не стоят. Уголки стоят, а отливов нет. Вот такая планировка в доме. Как вам наш домик? Напишите в комментариях, что бы вы здесь изменили. Поменяли, добавили. Петражные окна, конечно, классно смотрятся. Но не знаю, как в эксплуатации они поведут себя. Я вам показала, как мы с вами зашли в дом и дошли до гостиной. Теперь идем обратно. Поворачиваемся. Здесь кухня. Здесь коридор. А вот здесь, кстати, люк, который нужно будет зашить. Потому что он уже не нужен. Может, конечно, в будущем он когда-то и понадобится. Это хорошо, что здесь сделали такое окошко метр на метр. Может, в будущем он и понадобится. Но вот сейчас, на данный момент, я поняла, что пока нам это окно совсем не нужно. Мы его будем зашивать. Видите, там наверху балки на чердаке. Поэтому получился потолок низкий. И эксплуатировать его совсем будет неудобно. Поэтому придется зашить это окно. Ну, утеплить, зашить. И сделать люк. Люк будем делать вот здесь, наверное. Сейчас покажу. А, нет, это комната. Вот, бойлерный, скорее всего. Вот здесь. Придется сделать люк. Вот. Вот в этом месте. Или вот в этом месте, в коридоре. Ну, в коридоре не хотелось бы, наверное, скорее всего здесь, бойлерный, придется делать люк. Как вы думаете? Нужно это окно? Но перед зимой, конечно, его надо будет закрыть. Потому что там же улица наверху. Чердак не утеплен. И в доме, соответственно, будет холодно. Поэтому желательно это все закрыть. Не знаю, правда, как это мы будем делать. Но как-нибудь сделаем. Мне вообще прям очень нравится. Прямо то, что я хотела. Расположение комнат. Представляете, вот это вот все зашьется гипсокартоном. Мы хотим комнаты все сделать гипсокартоном. А гостиную с кухней обшить деревом. Потолок деревом обшить. Погонкой. Стены. Вот здесь вот тоже все зашить деревом. Мне кажется, будет классно смотреться. Вот здесь все деревом зашьем. Вот эту вот стену. Как вам такая планировка? Как вам такая планировка? Напишите в комментариях. По мне просто отличная. Очень удобная. Ну, она мне удобна еще тем, что у нас так участок стоит. У нас участок стоит на второй линии. Поэтому нам нужен был дом именно с входом с этой стороны. Сколько домов мы не пересмотрели за эти три года. Потому что участку уже четвертый год. И три года мы с мужем смотрели. На выставке ездили, дома смотрели. И в интернете, и на ютюбе смотрели дома. Нам ничего не подходило. Поэтому мы решили взять и нарисовать свой дом. И чтоб нам проектировщики сделали проект по нашему рисунку. Ну, вот так вот этот дом и появился. Вот так окна выглядят со стороны фасада. Вот видите, здесь еще нет отливов. Но строители обещали приехать и все сделать. А я им верю. Потому что они профессионалы своего дела. Приедут и все сделают. И вот так выглядит дом со стороны террасы. Фасад белый, а окна серые. Как вам цвет? Нравится такой, нет? Мне кажется, выглядит нарядненько. Надо будет еще сделать отливы внизу. И сделать цоколь. Отливы есть под цоколь. А цоколь еще пока нет. Участок у нас здесь небольшой. Восемь соток. Поэтому и домик небольшой. В следующем видео я расскажу, какие материалы были использованы в этом строительстве дома. из чего он построен. На чем дом стоит. Какие окна. Какое утепление. Какая кровля. Все расскажу. Все, друзья. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok